Всем большой теплый салют, это я Романович и сегодня у нас с вами долгожданный СВН ПС 930. Я вам анонсировал этот обзор примерно где-то недели три назад в своем телеграм-канале. Вы многие ждали именно этого обзора, потому что там я сказал, что типа притормозите, кто себе собрался брать 930. Что-то как-то не все так гладко, вот после первой распаковки, после первых прослушиваний. Теперь уже спустя три недели я могу с уверенностью сказать, что типа сегодня в этом видосе все будут точки над И расставлены. За это время успела прилететь обнова, понятное дело не по воздуху, а с помощью рук. Нет, по воздуху, но с помощью ваших хитросплетений, которые вы типа идете на сайт, скачиваете эту прошивку, флешку вставляете, она вся сама устанавливается. Короче, нет ничего сложного, но нужно выкачивать, разумеется, с помощью сайта Свена. Ну и сегодня мы будем еще делать небольшое сравнение с Fieryre Hop 100. Эта колонка стоит в районе 15 тысяч рублей в данный момент. Ozone, Wildberries плюс-минус, бывает там 16-16,5. Fieryre Hop 100 стоит в районе 12 тысяч рублей. Давайте пробежимся по основным моментам, по спекам. Значит, у нас выходная мощность 150 ватт. Важно, что здесь помимо двух низкочастотных динамиков по 75 ватт, есть еще твиттеры. Дальше у нас идет АЧХ-шка, 35 Гц нижний порог, нихера себе, и 20 кГц верхний порог. 7200 мАч, это очень хорошо. Слушайте, мне кажется, в предыдущих поколениях было чуть меньше, но там обычно спаренную аккуму использовали. Плюс напряжение, да, это 7200 мАч при напряжении 7,4 вольта, что тоже очень даже неплохо. 8,7 кг, то есть 8,7 кг весит сама колоночка. Ну и, в принципе, наверное, базово все. Понятное дело, что всевозможные TVS, всевозможные подсветки. Понятное дело, что NFC поддерживает, то есть в одно касание вы можете с ней подключиться, сконнектиться. FM-радио на базе, LED-дисплей, microSD-карточки втыкаются, флешки полноценные втыкаются. Ну, короче, все, что здесь только можно представить, да, классический Sven, где вообще вот реально комбайн, все он дает, разъемы под микрофоны. Ну и, наконец-таки, до 20 часов он собрался у нас играть. Здоровенно, я вам хочу сказать, на столе не помещается. О, оставляем пока малышку в сторону, давайте посмотрим, что здесь по комплекту. Стандартный Sven-овский пульт, AC кабель используется для зарядки. Кто-то до сих пор говорит, блин, как бы классно, если бы все через Type-C заряжалось. Но пока вот AC кабель еще и немножечко вот с такой вот кривой вилкой, да, стандартный здесь ничего нового. Jack-3,5 и там, и там, все понятно. Фирменные Sven-овские аккумуляторы в пульт. Ну и, конечно же, инструкция, с которой обычно такой, говоришь, да нафиг она нужна, ты ее вот так же сворачиваешь. Но потом в один прекрасный момент она пригодилась, потому что ты не понял, как же все-таки какой-нибудь сделать TVS. Давайте встречать гостя не с лицевой части, а с задней, почему бы нет. Фаза инвертор. Сам, на самом деле, небольшой. То есть, я там, да не знаю, даже два пальца еле-еле влезает. Но, вроде как, в принципе, да, жалоб на него не было за три недели использования. Гнездо для AC-кабеля, для зарядки. Большая ручка. Другой разговор. Насколько удобно, что она именно вот в этой части расположена, да. Мы с вами привыкли, что вот примерно на этой грани делают ручку. И тем самым есть баланс такой, да. Вот как-то вот сбалансирована она висит в воздухе, когда ты ее несешь. Что касается торцов. Здесь у нас есть надпись Sven. Она светящаяся. Вот это вообще, конечно, классно. Вот это вот молодцы. Вот этого не хватает вот в такого рода акустике, потому что обычно дичайший колхоз в ценовом сегменте 15 тысяч рублей творится с подсветкой. Здесь боковина подсвечивается. Смотрите, вот он, Sven засветился. Ну, красиво, но симпотно же выглядит. Металлическая решетка как начинается вот с лицевой стороны, так она и на торцы заходит. Очень добротная. Да, конечно, может быть местами чуть-чуть, вот да, вот особенно вот в этом месте чуть-чуть прогибается. Но, скорее всего, рядовой пользователь вообще всего этого не заметит. А так, в принципе, собрано максимально добротно. Пластик на уровне, не воняет. То есть не было такого, что нужно было выгонять всех из квартиры на три недели, когда колонка Sven чуть-чуть продышится. Нифига подобного. Все нормально. Здесь за это можете не переживать. Касаемо подсветки. Здесь у нас, получается, подсвечивается непосредственно два низкочастотника. Кстати, я вам обещал показать твиттеры. Ну, наверное, вы, скорее всего, сейчас это не увидите, но раз твиттер, два твиттера. Здесь у нас, в принципе, все стандартно. Сверху вот такой вот фирменный Sven-овский диммер для регулировки громкости. Отлично крутится, есть сопротивление небольшое. Классно все. Дальше идут вот такие вот диммеры с регулировкой баса и высоких. При том, что это касается не микрофона, это касается непосредственно самой колонки. Мы еще с вами в дальнейшем об этом поговорим. Ну и с левой стороны регулируется теперь уже как раз-таки непосредственно микрофон, громкость его и уровень эхо, если вы собрались петь свои караоке. Дальше у нас сверху здесь открывается вот такой вот интересный капот. И сразу мы с вами встречаем два кнезда под микрофон. Сделано, конечно, кривовато, но опять же мы понимаем, с кем мы имеем дело. Но, блин, мне кажется, все-таки надо было чуть сделать поаккуратнее. Ей джек 3.5, разумеется, микро-SD карточка, ну и полноценные флешки тоже вы спокойно здесь можете запитать. Колонка, понятное дело, никакой не отличается водонепроницаемостью. Но вот такой вот резинкой все прикрыли, поэтому на дожде, скорее всего, в принципе, ей ничего не будет. Дальше идем по клавишам. Здесь у нас мегабас, эквалайзер, тоже с вами отдельно разберем. Здесь, в принципе, ну давайте сразу пробежимся. Чтобы режимы переключать, нужно вот так зажимать. Есть режим поп, есть режим рок, есть режим джаз, классик, квартира. Ну и все, и мы с вами вернулись заново на поп. Вот такой вот дисплейчик. Здесь у нас отображается уровень громкости, режимы, ну и, соответственно, уровень заряда. Также у нас есть клавиша TVS. Ну, опять же, да, ничего здесь нового. Вы спокойно с помощью TVS две такие колонки можете соединить. Одна должна играть за левый, другая за правый канал, а там я не знаю, как будет. Клавиша мод. Здесь вы переключаете ваши треки, ставите на паузу, ну и, разумеется, играетесь с подсветочкой. И есть вот такое вот отверстие, да, есть такой вот проем, куда можно поставить ваш телефон. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, ну это, наверное, точно самый серьезный пати бокс от Свена вот в этом ценовом сегменте. Это прям железно, это не обсуждается. То есть, если мы с вами сейчас будем параллели проводить со Свеном PS800, который полтора года назад выходил, ну здесь прям ощущается небо и земля. То есть, ну не тот был бас у Свена PS800. Да, он был неплох, да, он был уже такой немножечко своеобразный по сравнению со Свеном, например, PS750, да, где более такой был бас, ну так скажем, спокойный. Вот там вот более уже таких вот объемов добавилось в 800, но там было много пустоты. Вот что нужно понимать. Плюс также мы помним перегрузы на PS800. Здесь, к слову, кстати, 32 максимум можно поставить. Ну и как бы максимально выкручиваешь на телефоне. И едва ли где-то можно вообще вот прям вот какое-то дуновение уловить там вот, ну и то, не знаю, на двух треках из двадцатки и то дуновение. Даже намека, в принципе, какого-то конкретного, что сейчас будет перегруз, нет. За это респектус, молодцы, переработали. Что касается в целом звучания. Ох, ебанки, оно все в три прогиба. Вот я вам могу сказать, что три недели эксплуатации, а может, наверное, уже даже скоро будет месяц, и меня кидает из стороны в сторону. Да, это круче 800, но мы не можем же на этом останавливаться. Да вот круче 800, давайте с этим как-то жить. Что дальше-то, да? И здесь меня кидало из стороны в сторону, потому что мне не хватало вокала. Мне не хватало четкой, вот прореженной середины. К сожалению, вот на конкретно вообще этом свене, да и вообще в целом на свене, не всегда все хорошо с этой середины. Хотя, в принципе, вот Фиера стоит, у них тоже есть определенные вопросы, но там немножечко другой характер звучания. При условии, что я вам сразу сказал, что вот эти вот все возможные диммеры, все здесь было накручено. Вокал, ну точнее высокие у меня стоят на максималках. Что касается баса, то здесь я ставил в районе шестерки, девятка, если что, это максимальное значение. И даже при таких настройках, к сожалению, удовлетворение до конца в плане вокала не получил. И высоких в целом немного не хватает. Вот баланса звучания чуть-чуть не хватает. Здесь прям хороший, уверенный перекос в сторону низа. И надо понимать, какой здесь низ. Ой, как бы вам его описать. Нет, детали есть. Причем детали достаточно приличные. Опять же, если ты на контрасте там с Фиера смотришь, но мы сейчас с вами еще отдельно об этом поговорим. Вы сейчас посмотрите тесты, сравнение с Фиера. Вот, если ты смотришь на все это, детали есть. Инструменты можно разглядеть. Но при всем при этом, вот представьте, что этот бас висит как туча над колонкой. Вот, то есть, все, чтобы ты не включил, вот такая вот конкретная грозовая, вот прям такая вот ядреная туча висит. И отсюда вот этот вот эффект подушки, как мы называем с вами, да, или эффект за дверью, он немного прослеживается. Есть такое ощущение, что бас затмевает все. И в целом сам басец такой немножечко за дверью. Вот, наверное, эти два мелких фактора, а может быть для кого-то и не мелких, меня расстроили, что чуть-чуть есть вот этот вот эффект бачкообразности. Плюс басец, ему не хватает открытости звучания. Он такой вот поджатый весь, такой вот напыщенный. Вот, да, это главная характеристика этого Свена. Напыщенный бас. Но при этом надо понимать, что это тот бас, который в ценовом сегменте 15 тысяч рублей отдает стены, он подбивает эти стены. Не пробивает, но подбивает эти стены в металлические конструкции, да, на подвесном потолке отдает. Это такое здесь есть, за это можно респектоса выписать. Но, к сожалению, ему не хватает той самой мелодичности, той самой баркатистости. То есть мы с вами, в принципе, да, присутствуем в момент эволюции Свена. Сначала вот 750-й, кто тестил, понимает. Потом 800-й, где с басом поигрались, он стал вот такой вот, типа, рубаха-парень, рвет на груди. И сейчас третий вариант, когда вот, наконец-таки, рубаха-парень стал еще и крепким. Вот прям конкретно так, как креп, деталей добавилось. Но при этом ему еще не хватает, чтобы он играл максимально открыто. Возможно, в следующих поколениях это будет. Сейчас перемещаемся к сравнениям с Фьера. Какой вы могли подумать? Хоп-100, если кто забыл. Вот так она выглядит. Гордный батата На зоне Я забыла, корабий, я забыла По м Frei-м Нелу, в этой к by engine, не стрелом Помать, же бант Помать, же бант Помать, же бант Парış, горы поколены Горы поколены Горы поколены Если держишь так Никаких потерь Очков для поступки в период Время разложить эту жизнь по местам Время разложить эту жизнь по местам Молны по колено, волны по колено 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 Просто наступает время Время разложить нашу жизнь по местам Время разложить нашу жизнь по местам Субтитры сделал DimaTorzok Ну здесь надо начать с того, что без флакона вообще не разберешься Серьезно, это настолько в принципе похожее с одной стороны звучание, с другой стороны настолько разное С третьей стороны здесь есть что-то хорошее, здесь есть что-то хорошее При том, что я конкретно говорю про композиции, где-то одна вот здесь классно играет, где-то одна вот здесь вот классно играет И кстати, давайте так, вот максимально стараемся для вас, поэтому поддержите этот видос лайчиной Да вообще все поддерживаете лайчин, но это особенно вот прям сравнение делаем не отходя от кассы Важный момент, что настройки были абсолютно одинаковые Что здесь был активирован мегабас, что здесь был активирован мегабас Возможно не на всех композициях, но за кадром, когда я слушал, абсолютно были настройки одинаковые Как вы понимаете, я сужу не потому, что мы когда записывали, а потому, когда я слушал за кадром Я себе делаю наброски, наметки и так далее И что я смею вам сказать Деталей больше здесь В плане баса детали больше здесь однозначно Но здесь бас более такой открытый Бас более от души То есть вот что-то есть в нем цепляющее Вот как ни крути, блин, фееровский стиль баса Стиль, прошу заметить Не в целом бас, а стиль баса Мне по душе ближе Но, опять же, еще раз говорю, деталей здесь больше А это означает, что для рока, в принципе, эта тема будет чуть-чуть сподручнее Но, опять же, есть один важный момент Что в целом, да, когда я вот три недели эти гонял Не могу сказать, что это неплохое решение для рока Или хорошее уж тем более Ну не совсем мне показалось, что это прям про рок-колонка, да Это больше про рейвы, про пати Где лучше серединка И здесь, на самом деле, я подзавис Но все-таки могу сказать, что, наверное, в процентах 60-70 случаев серединка будет лучше вот здесь То есть вот прям вокальчик, он прослеживается Молодцы, сделали хорошо Несмотря на то, что это не эталонная история И буквально в предыдущем блоке я вам говорил, что Свен, ну, не так хорош, да Но по сравнению с Фьера Особенно в некоторых композициях Там роковые направленности Такой типа, блин Ну, Фьера совсем не слышно никакого вокала, да А здесь прям какие-то есть у нас более-менее акценты Что касается в целом высоких То здесь я бы, наверное, сказал, что Между ними, ну, паритет есть какой-то Вот примерно он есть Похоже, где-то их больше на Свене Где-то в какой-то композиции их больше на Фьера Здесь примерно они одинаково Что касается подсветки, то Здесь определенного вообще пальма первенства за Свеном Вот эта вот проставочка фирменная Свен сбоку Это прям вообще хорошо сделали Но, кстати Светодиоды видны К сожалению, я думал, что все-таки Свену удалось А потом, когда на тестах, я разглядел, что светодиоды видны Здесь, кстати, светодиодов вообще практически не увидишь Но подсветочка немножко, наверное, на Фьера будет по режимам поскромнее Но зато здесь, кстати, подсвечивается пассивка, которую спрятали внутри И фазоинвертор здесь будет побольше, кстати Во многом, наверное, за счет этого Фьера, если мы говорим в плане накачивания помещения Мне кажется, будет увереннее Нифига себе, да? 150 ватт нам здесь обещали Свен А тут Фьера выходит, блин По-моему, у нее меньше 150 ватт И показывает себя даже лучше То есть запаса у Фьера в плане мощности будет чуть больше По поводу громкости Здесь я никому не могу отдать пальму первенства Примерно плюс-минус одинаковые Ну и, наконец-таки, последнее Эргономика Здесь все-таки, наверное, Свен будет покрепче Как-то он выглядит посолиднее, посерьезнее С Фьеркой она вот, ну так прям вот по-фьеровски, да Для этого ценового сегмента нормально Но вот все-таки на пятнашку не тянет Ну а по цене, в принципе, я вам сказал еще и ранее Что Фьера за нее просят в районе 11 с небольшим тысяч рублей За Свенчик просят в районе 15 с небольшим тысяч рублей То есть 4000 рублей разница, как вы понимаете, солидная Что бы я выбрал? И вот здесь вот я теряюсь в догадках Но, наверное, Свен чуть-чуть перетягивает на себя одеяло В плане детализации В плане баса, я имею в виду конкретно Вот здесь вот он берет за душу Здесь он хорош Но при этом, блин, стиль баса мне нравится здесь Поэтому, наверное, все-таки я бы выбрал сразу две колонки Или еще что-нибудь бы посмотрел, какой-нибудь обзор Потому что в ближайшее время у нас тоже есть интересные экземпляры По-моему, в пределах пятнашки как раз Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Важный момент по поводу громкости Вы знаете, это классическое мероприятие идет Типа, классная музыка, хорошая колоночка А погромче можешь сделать? И ты такой сидишь Ты чего нахуёшься? А? Ты чего нахуёшься, гнида? Это уже пятый человек у меня спрашивает Погромче ты можешь сделать проходящие мимо из курилки? Не могу я сделать погромче Ну вот действительно Вот я прямо отвечаю Если вы возьмете эту колонку То у вас по-любому такие ситуации будут Действительно Это не претензия к тем людям, которые проходят из курилки Действительно Есть эффект Что вот чуть-чуть громкость не докручена А вы же прекрасно понимаете Что на некоторых колонках Даже на многих Когда ты до конца докручиваешь громкость То тут немножечко как-то и приобрежается Высокий Да? Как-то вот они вот Раз! Они проявляются Вот здесь как раз-таки Как будто этого не хватило Возможно на то есть причина Свен скорее всего опасается Тех самых перегрузов Которые мы с вами видели на PS800 И добавив сюда еще пару-тройку делений Да? Возможности Там не 32, а 35 Вот возможно эти были бы самые перегрузы Но это не отменяет того Что вот блин Есть эффект Даже когда ты дома один Да? Вот хотелось бы чуть побольше дать А оно не дается Вроде бас Чувствуется что Блин Тут потенциал-то вон какой Тут надо еще громкости все это дело развить А не развивается Вот это засада Финал Давайте подводить итоги Свен PS930 Имеет право на существование В пределах 15 тысяч рублей Это интересная колонка Как ни крути При всех вытекающих При всех минусах За 15 тысяч рублей Она смотрится мне интересной При условии Опять же Что сегодня В принципе Вы увидели на контрасте Разницу с той же самой Фьерой Хоп 100 Ну и соответственно Фьера Емоушен 150 От нее пострадает Соответственно Свен PS800 От нее пострадает То есть Она будет интереснее Чем Фьерка И Свены Предыдущих поколений Это 100% Это прям однозначно Какие у нее в данный момент Есть конкуренты Из свежачка Которые последнее время Обозревали Ну смотрите Фьера Емоушен 200 Определенный ее конкурент Стоит в районе 16-17 тысяч рублей В принципе Небольшая переплата Но там и Как будто мощности Побольше Запас громкости Как будто там Получше Плюс также Есть объем Плюс также Она накачивает Хотя опять же Не все Довольны Емоушен 200 Здесь нужно Прям такое Лобовое сравнение Делать Если хотите То дайте знать В комментариях Давайте все это Дело замутим Кстати возможно Это сравнение Выйдет на моем Втором канале Романочный максимал Как ссылка на него Будет в описании Под роликом Если еще не подписаны То пора Еще одна Из альтернатив Это вот такой Вот саундкорчик Это саундкор Рейв Пати 2 Обзор на канале На нее выходил Примерно 3-4 Может быть 5 Месяцев назад Очень интересная Колоночка Единственный момент Что вы понимаете Что по габаритам Она прям Ну нереально уступает Даже если мы Вот так вот положим Вы прекрасно видите Соответственно Конечно же В стены Этот саундкор Так отдавать не сможет Как Свен Потенциально Отдает стены Здесь и фазоинвертор Больше Здесь гораздо Такой малютка Фазоинвертор Но при всем при этом Саундкор Конечно же Будет звучать Гораздо чище Гораздо благороднее У него больше Будет инструментов Внизу У него гораздо чище Будет середина И более акцентирован Ну и конечно С высокими Полный порядок Плюс конечно Здесь у саундкора Есть возможность С приложением Отрегулировать эквалайзер Все что я сейчас Перечислил Все его прелести Благости Это уже с помощью Накрученного эквалайзера В обзоре я вам показывал Что стоит за эквалайзер У меня конкретно Плюс сюда прилетают Обновления И так далее И так далее Подсветка здесь Достаточно симпатичная Переносится он Чуть удобнее Наверное На мой взгляд Ну и конечно Здесь полная Защита от воды Это тоже Нужно понимать И знать По автономности Я думаю Что они примерно Далеко друг от друга Не ушли Но там Как вы понимаете Немножечко не будет Того самого пати Тех самых эмоций Отдачи от стены От стены Это действительно так Поэтому Если говорим Прямо вот про форм-фактор И про пати-боксность То наверное Главная альтернатива Свену ПС 930 Это Свен 950 Кстати Который такой есть Ну не знаю Доберусь я до него До обзора Или нет И соответственно Fiera E-motion 200 Вот такие Примерно расклады Владельца 930 Пишите в комментариях Как она вам С какими нюансами Столкнулись С какими моментами Также и владельца 950 Подключайтесь Потому что Я насколько понимаю Она не сильно далеко ушла Накидайте в ваших вариантах Что в данный момент Можно купить В пределах пятнашки И не обломаться Тоже интересно будет Почитать И возможно Взять на обзор Желательно конечно Из такого рода Пати-бокса Что Наверное На этом сегодня и все Огромное спасибо Что сегодня были со мной Она тоже потухла До следующих видосов Все давайте красавцы Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok